Девушки отдыхают Ну и еще нужно обменять его душу И вот знаете, что мне интересно Смотрите, вот эта дверь открывается Я так понимаю, что здесь два аж хода Да, отсюда Нет, эта дверь закрыта Ничего я с ней сделать не могу Точно так же, как и стоит, да Ладно, сейчас что мы сделаем Глянем, что у нас с этой стороны Ну и вернемся обратно в храм огня Нам нужно, наверное, сходить еще в Получилось, молодец Я тебя поздравляю Нам нужно, наверное, еще вернуться Скажите, я вам скажу В тюрьму Более детально ее обследовать Ух ты Стоять Мерцающий титанит один Это неплохо Ну вот, смотрите Давайте пробежимся немного, да А потом вернемся Не хочу 28 тысяч потерять Тут еще, наверное, плюха есть, да Впереди клад Да никакого клада нет Обманщик Большой осколок титанита Пригодится Ну тут пусто Давай посмотрим, что у нас с той стороны Я так понимаю, что это ПВП-зона, да Видел как-то ее на видео Хотя, может быть, наверху продолжение локации Давайте одним глазком посмотрим Потом вернемся Да Дальше там, походу Совершенно другая локация Ну давай сначала сюда-то сходим, да Тут, я смотрю, так немного-то осталось В общем-то Может быть, там меня ждет очередной лорд пепла Его загасим и пойдем в тюрьму Там еще наверху вон что-то есть Мне кажется, что Туда как-то можно подняться Ладно, узнаем чуть-чуть попозже А пока давайте посмотрим, что мы можем получить Из его души, по идее же, клинки, правильно? Ну и еще что-то Может быть, магию какую-нибудь Он же тоже там спамил всякой фигней Поэтому все может быть Погоди-ка Сначала начнем, наверное, с транспозиции Потом я меч улучшу Если у меня хватит Титанита И еще один момент меня интересует У меня есть еще души, да Я могу же их заюзать, правильно? Есть Десяточка сразу улетела Ладно Давайте глянем, что есть Смотрите Есть клинок Меч правосудия Церемониальный меч Который Пантифик Салливан держал в левой руке Воплощает правосудие луны Но магия Которой он пропитан Не лунная Это скорее Чары тьмы Темно-синий клинок Куда более темный Чем самая темная луна Отражает истинную природу Чародея Салливана Слушайте, это не случайно Не лунный клинок, а А это что такое? Меч скверный Церемониальный меч Который Пантифик Салливан держал в правой руке Воплощает оскверненное пламя Давным-давно Когда Салливан еще был молодым чародеем Он обнаружил оскверненную столицу И не меркнущее пламя Под эритильской тундрой И жгучее стремление Укоренилось в его душе Понятно Как раз таки два его клинка Ну какой возьмем? Ну давайте этот А потом Не на следующем прохождении возьмем вот этот Как он хоть выглядит? Давайте посмотрим И что для него нужно? Подожди Что для него нужно? Для него нужно 12 Интеллекта Вот так вот он выглядит Полуторный Ну стандартный мувсет Ну может быть Если взять его в две руки Да Ну неплохо, неплохо Что нужно для его прокачки Давайте посмотрим Так Укрепить флягу с эстусом сразу И укрепить оружие Давайте посмотрим Где он Для него нужна титанитовая чешуя В общем-то Как и для клинка Арториаса Я так понимаю Что для всего оружия боссов Да Нужна именно титанитовая чешуя Ну да ладно Тогда я его убираю Потому что Ну веру я качать не буду Смысла не вижу Мне нужно еще 5 уровней поднять И все будет тогда Гуд Давайте посмотрим Надеюсь получится Раз, два, три, четыре, пять Да Как раз таки И еще 8 тысяч даже осталось Вот еще можно не угли купить Ну давайте я куплю три штуки сразу Да Ну и в общем-то все И да У меня там еще был Было колечко Да Первенца Гвина Кольцо солнечного первенца У наследовавшего свет Гвина Первого повелителя Значительно усиливает чудеса Первенец солнца Прежде был богом войны До тех пор Пока его не лишили физической мощи В наказание за глупость Неудивительно Что его имя кануло в лету Отправляемся опять К понтифику Саливану Стоять Подожди 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 Давайте его положим Мерцающий титонит очередной Давайте вместо этого щита Я опять поставлю Травяной Чтоб быстрее стамина Восстанавливалась У меня ее очень мало Ну одно колечко Не справляется Мне кажется Тем более атаки У меча Арториаса Ну снимает Слишком много Этой стамины Ну начнут Наверное Подниматься Да Или нет Я слышу Что кто-то из них спит Душа усталого бойца От черта Ну давайте Сюда идите Повеселимся Так У нас здесь Один гигант Который точно встанет Поэтому К нему я лучше Подходить не буду Их там двое Сверху Один им помогает Ну да ладно Поехали Минус один Ну это было просто Ну смотрите Это не нежить Это обычные люди Странно Назад Давай иди сюда Иди 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 Ого Тихонько Тихонько Нужно отойти Эти маги Очень сильно мешают Пироманты точнее Но это Прямо не будет Оттуда уходить Тогда давайте Знаете что сделаем Здесь можно Наверное Подняться Где-то Да И я смогу Их одолеть Таким образом Так понятно О блин Ко мне еще Вторглись Замечательно Просто Как не вовремя Здесь Уголь Юзать Наверное И не стоит Опять же Повторю Скорее всего Это пвп зона Пошли его искать Вон он бежит Хорошо Давай Иди сюда Как там Атаки 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 Все окей Я понял Буду ждать Его тут Я приветствую тебя Угу Понятно Да охренеть Вот это я тупанул Забыл про атаку Сверх Ну ладно Молодцом Только вот еще бы Не лечился Было бы вообще Огурцом Тупанул Конкретно Ну да ладно Ну меч-то клевый Нифига себе Он там дамажит Ну и в станлок Вгоняет Хотя вырваться можно Парень вырвался Только что Или девушка Хрен его знает Кто там играл На самом-то деле В таком случае Здесь тогда я юзать Не буду Да Уголек Так сейчас Начну вторгаться И ну Прохождение Станет Ну невыносимым Мешать будут Серьезно Потом здесь Пвп поустраиваем Я думаю Будет интересно Получается Тогда что делаем Сразу заходим Налево Поднимаемся Наверх Скидываем Пироманта Ну потому что Он вообще достал уже Хотя мне кажется Что подняться Наверх Я смогу Только полево Лестниться Да Отсюда я этого Сделать не смогу Но в любом случае Нужно проверить И там наверное Еще плюха Где-то лежать Должна Правильно Подъем Есть какой-нибудь А здесь могу Подняться Замечательно А вот тут Уже нет Ух ты Етить Колотить Это те самые О че Теперь ты Следующий А блин Тут еще Что-то слишком До хрена И еще Двое Юбка Диакона Подожди-ка Я по-моему Не читал Про это все дела Юбка Из тех Какие носили Диаконы Храма глубин Ее надевали Под мантию Насыщенного Красного цвета Когда настало время Те Кто должен был Противостоять Ужасам глубин Не выдержали Их мощи Похоже Ни стремление К пламени Ни вера Не смогли Их спасти По идее Смотрите Плюха Вон там Да Лежит Большой осколок Титанита А что у нас здесь Вот как раз таки Помните Я о чем и говорил Здесь получается Как раз таки Вот локация С боссом Что это значит Это типа срезик Ладно Ладно Неплохо А вот этот вот Рычаг За что отвечает Он поднимает Видимо Да Эту плиту Понятно Клад Впереди Чудовище То есть Получается Там мимик Да Да Все верно Тогда делаем Просто Это я убираю Потому что Нельзя наносить На оружие Боссов Смолу У меня Кстати Всего осталось Треугля Нужно Как-то Поаккуратнее Быть Что ли Забавный Такой капец Золотое Ритуальное Копье Ритуальное Копье Рыцари Темной Луны Получали Такие Копья Пока Саливал Не Провозгласил Себя Понтификом Можно Использовать В качестве Посоха С этим Оружием Чары Создаются Подсредством Веры Тут больше Ничего Нет Да Я так Понимаю Это просто Типа Как плюха Здесь Лежала И все И срезик Ну ладно Тут Пусто А вы знаете Что я хочу Еще отметить Что мне Очень нравится До чего Они дошли Получается Всего Ты можешь Таскать С собой По 5 Предметов Которые Ты можешь Заюзать Я имею Ввиду Конкретно Тресман Лойда Смолу И так далее Вот такого Рода Предметы Когда вы Умираете Или возвращаетесь В костру Количество Вот этих Вот всех Предметов У вас Автоматически Пополняется Сундука И вот это Меня прям Безумно Порадовало Очень удобно Сделано А вот В ББ Этим Страдала Страшно Бладборн Я имею Ввиду Но Бладборн Это была Проблема Да Приходилось Постоянно Бежать На склад И брать Предметы Оттуда А не потому Что не пополнялись Автоматически С этой стороны Не открыть Ясно Значит это Срез Будем знать Тут Ничего Никаких Скрытых Путей Здесь Тоже Нет А тут Что-нибудь Есть Ух ты Идите Колотись Кто там У нас Такой Умный Понятно Понятно Я тебя Понял Походу Дело То же Самое Место Что Из Первой Части Нужно Будет Сбирать По Карнизу И По Мне Будет Стрелять С разных Сторон Ну Замечательно Что Я могу Сказать Давай Иди Сюда Что-нибудь Пойдет Доранские Копья Парные копья Рыцаря Дорана Выходцев Из страны О которой Говорится В легенде Поддержание Огня Когда Рыцарей Дорана Распустили Они Расселись По Окрестным Странам Сделавшись Наемниками Они Быстро Прославились Благодаря Агрессивной Технике Боя Бесчета Вселяющий Ужас В сердца Врагов Уголь Это Неплохо Неплохо Этот Проснется Да Давай Быстрее Уголь Может быть Мы сможем Его Одолеть И что Нибудь Дадут Из этого О чёрт Нет Нихера Себе Ну я нормально Здоровье Сношу В общем-то Вау Аккуратненько Аккуратненько Так Минус Один Ну это Было Просто В общем-то То же Самое У мукса Что У короля Гигантов Ну и Частично Перемешку С муксом Тех Гигантов Из первой Части Чёрт Чёрт Чё ты Делаешь Всё Всё Блин Много эссусов Потратил Ещё Осколок Титанит Ну это совершенно Несерьёзная Награда Мне кажется Таких противников Ну конечно Если дроп 100% Не будет Появляться То окей Гуд Здесь можно Фармить Всё это Дело Титанит В любом Виде Пригодится Но Мне кажется Нужно Бло Что-то Посерьёзнее Кинуть Или хотя По углу И сделать Их Одноразовыми Ну мне так Кажется По крайней Мере Впереди Требуется Смелость Ух ты Ну спасибо Братан Давай Я даже Тебе плюсик Впиндюрю Впереди Туманная Стена И тебе Плюсик Давай А что Дают плюсики В этой части Мне интересно Куда-то Я спускаюсь Я тебя понял Не Погоди Я сюда не пойду У меня мало Эсосов Меня там просто Порвут А если Эта тварь Ещё там И не одна Тогда Пиши Пропала Тем более У меня 22 штуки В кармане Чуть-чуть попозже Я запомнил Где-то место Находится Давайте Поднимемся Повыше Титанитовая чешуя Неплохо Осталась Ещё одна И я смогу Ещё меч Арториуса Прокачать Но там тоже Плюх Скорее всего Лежит Да Ну чё Поехали Да С двух сторон Как и раньше Но опять же Повторяются Поехали Там ещё Один Что ли Есть Да Иди сюда Давай Это серебряные Рыцари Они чёрные Они посерьёзней Вот блин Назад 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 Аккуратненько Чё-то И тут Понаставили Конечно Осколок Китонита Ещё один Тут Ничего Тут Тоже Пусто Ну получается Давайте Вернёмся Туда Там где Был ещё Один Рыцарь Его тоже Загасим Посмотрим Что с той Стороны А потом Спустимся Прощай А он ещё Жив Даже Это Меня Немного Печалит А куда Он Приземлился Пепел Жителя Востока Сейчас Прочитаем Кстати Да Я ещё Не отдал Там Пепел С Экскрементами Дамочки Пепел Торговца Доспехами Из Восточной Страны Служанка При храме Сделать Из него Что-то Отражающая Суть Покойного Торговец Капитан Охотничьей Общины Обожал Оружие Понятно Грязный Пепел Перемешанный С экскрементами Возможно Служанка Храма Так Понятно Из него Что-нибудь Может Сделать Он Насладится Сладкой Горечью Хотя Бы раз Да уж Ну и дрянь Конечно Та ещё Тут Есть Что-нибудь Но он Где-то Там Потому Потому Что Душу Не дали Да Когда он Упал Нет Немножечко Не тот Тайминг Да Едите Колотить Аккуратно О Назад Нужно Порепетировать А вот И он Кажись Да А нет Это не Он У него Полное Здоровье С копьём Давай Иди Сюда Щит Серебряного Рыцаря И осколок Титанита По-моему Щит Серебряного Рыцаря У меня Уже Один Есть Да Я уже Нет Подожди Я не читал Вот он Один Единственный Тяжёлый Щит Из тех Какие Носили Серебряные Рыцари Служившие Старой Краевской Семье Его Поверхность Испищена Глубокими Желобками Серебряные Рыцари Остались Охранять Скромное Поместье И разрушенный Собор Хотя их Богиня Давно Оставила Их Благословение Наложенное На щиты Сохранилось Большой Осколок Титанита Очередной Вон там Плюха Есть Смотрите Но Если я Спрыгну Скорее всего Подняться Уже Не смогу Да почему Не смогу Смогу Давайте Забирать В таком Случай Но опять же Я боюсь Потерять Здоровье Ну тут Немного Большой Лук Драконоборца Вот это Уже Круто Большой Лук Из тех Какими Пользовались Драконоборцы В эпоху Богов Размером И мощью Превосходит Любой Другой Лук Для Стрельбы Его Необходимо Упереть Воткнуть В землю И в этот Момент Стрелок Уязвим К этому Луку Подходят Только Особые Большие Стрелы Ничего Здесь Нет И получается Я вернулся В самый низ Да Опять Подниматься Ну давайте Мне бы конечно До банфая Разберет Мне просто Так лень Потом этих Рыцарей Опять Убивать Подожди Откуда он Долбит Все Вижу Вижу Справа Ну красота Конечно Старый Добрый Анарлонда Его Ни с чем Не спутаешь Еще Осколок А это место Мне очень Знакомо Здесь Получается Раньше Насколько Я помню Да Вот Можно было Заюзать Колечко Темной Луны И Вот эта Вот статуя Исчезала И за ней Был Гвиндарин Это Прям То же Самое Место Ну и Само Собой Статуя Гвина Да И Та же Самая Лестница Все Вообще Никаких Сомнений Теперь Нет Это Прям Сто Процентов Анарлонда Лестница Лестница Даже Та же Самая Понимаете Ну ждем Только Арнштейны Смоуга 2.0 Я Никуда Отсюда Не смогу Уйти Наверное Да Так Понятно Впереди Тайная Тропа Но Впереди Требуется Смелость Да 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 Это Она Тихо 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 Ненавижу Такие Моменты В Дарк Солсе Блин Все Норм Живем Ух ты Привет Ненавижу Тихо Стрейнджер Я Йошка Каптан Дарк Мун Найт Поктан Каптан 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 Ты Каптан Каптан Я Боли Лег Ненавижу Эта Товер Президент Твой Президент Возвращ 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 Солейфан Боль Это Белая Лучка Каптан Каптан Мои Спасибо Взывод Поктан Мит Зарг Мун Держи Зарг Заметь У нее такие же, как они называются, отростки, как и у Гвиндолина. Понятно. Короче, видимо, чтобы вступить в Ковенант, нужно ей отдать какую-то вещь, да? И вот, смотрите, еще один момент. Это получается как раз-таки та церковь. Все правильно. Сейчас мы спрыгнем вниз, потому что я так понимаю, что другого выхода отсюда нет. Правильно? И нам нужно будет проделать снова такой длинный путь сюда, и потом уже крутануть лестницу наверх. И еще мы сходим, конечно же, в то секретное место, которое я нашел. Мне бы, конечно, еще вернуться, 32 тысячи. На дороге не валяется, ну да ладно. Я так-то сильно повышать уровень больше не хочу. Мне и так неплохо. Вот, давайте сюда. Сабля Стража Картин. Ну, конечно, вот это те самые, в которых Белую Мантию были облачены в первой части. Сабля необычная форма оружия, которым владели Стражи Картин, о которых ходят легенды среди еретиков. Получается, да-да-да, вот и сет Стражей Картин. Одеяние, которое носят Стражи Картин, его вид отсылает к необычной легенде. Белая мягкая рубаха отталкивает магию. Из древних сказаний можно узнать о гонимых душах, которым было некуда идти, и они укрылись в холодном нарисованном мире. Получается, смотрим. Ну, там еще плюха есть, ну, пошли. По идее, отсюда мы сможем... Нет, не отсюда. Вот отсюда. Потом отсюда, вот сюда. И плюха где-то здесь должна быть, да? Подожди, или мне показалось? Я понял тебя. Что пишет? Костер. А никакой плюхи здесь не было, это был просто свет, да, мне показалось. А может быть и нет. Ну да ладно. Потом еще раз проверю. Все, мы спустились. Теперь как делаем? Ну, давайте, наверное, сбегаем в храм огня, я отдам пепел, посмотрю, что продается у торговки, и мы опять пойдем в ту локацию. Ну, погнали. Да-да-да-да-да, она все то же самое говорит. Смотрим, у нее появилось навозный пирог на веревке, чтобы кидать его назад. Ну, это нам совершенно не интересно. Что-нибудь еще? Топор полумесяц, скорее всего, она добавила, да? Ассет брони, может, какой-то новый. Ух ты, восточный шлем, восточный доспех, отлично. Характерный доспех из восточной страны. Благодаря мастерству кузнеца и искусственному оформлению этот предмет украсил бы коллекцию любого аристократа. Круто. И что-нибудь еще, может быть? Кольцо с древесным узором замедляет износ снаряжения. Ну, нам вообще это не нужно. Это кольцо бесполезное совершенно. Потому что здесь ничего не ломается. Особое кольцо из восточных земель сделано из металла, но его поверхность покрыта тиснением под дерево. Замедляет поломку снаряжения. Владельцы мечей с востока следуют традиции нанесения особых слов на клинки своих мечей. И их, естественно, привлекает подобные кольца. Ясно. Ну, нужно куда-то 32 тысячи деть, правильно? Я думаю, знаете, что здесь сделаем? Смотрите. Пойдемте к серокрысу. У него же, по-моему, были еще угли. Мы сейчас угли купим. Угу. У нее появилось темное кольцо. А, это все было у нее до этого, да. Давайте купим. Чисто так поржать потом в пвп. И вот это я куплю сразу. Ну, серокрыс, рассказывай. О, hello. Дисковеряя Иритхил в Бореал-Валле, все в день работы. Если истории настоящие, это дом для старого муни, который обращает к нобелям. И должен быть пакет с декором. Что ты думаешь? Дисковеряя Иритхил в Бореал-Валле, все в день работы. Боже, что ты думаешь? Угу. Угу. Отправляемся тогда дальше. Давайте что сделаем. Я отключусь пока что, да? И в общем-то когда бегу до места, где находится скрытая стена, я включусь. Ну все, я на месте. Пойдемте посмотрим, что там имеется. Надеюсь, какие-нибудь крутые плюхи. Ку-ку. Ага, их здесь двое. Что меня совершенно не радует. Там вон еще какая-то бяка. Вон в том углу, вы видите? Давай, иди сюда, иди, иди, иди. Охренеть. Даже так? Ладно. Еще раз. Ну все, я на месте. Вот раз я использовал уголь, так как, ну, здоровья маловато, конечно. Человеческие отбросы. Ага. Ага. Да блин, вот чем он меня там атакует? Давай, давай, давай Есть! Я его замочил, слышишь, ну что за бред, почему ваншот? Ну что, я снова на месте, хотя бы засчитали его убийство, что не может меня не радовать Но вот единственный момент, который меня немного напрягает, да, так это то, что Тут, ну ничего не осталось после него Продолжение следует... Продолжение следует... Есть! Давай же! Неплохо, неплохо! Кольцо благосклонности! О чем мне тот дал? Вот что интересно! На что за дела? С него ж припомка от плюха тоже упала! Повышает здоровье, выносливость и максимальную нагрузку! Кольцо символизирующее милость богини Фины, о чьей роковой красоте слагают легенды! В соответствии с изменчивым характером Фины, ее кольцо увеличивает максимальное здоровье, выносливость и вес снаряжения, который может носить вододелец! Давайте вместо этого кольца поставим вот это! Ну, немножко повышает совсем! Глубинный самоцвет и здесь появился, смотрите, костер! Ты кто? Очередной ковенант? Нет, это просто понтифик мертвый! Молиться архидиакону Макдоналлу! Попроситься в ковенант? Ну, давайте попробуем! Верный Олдрику! Вы получили покровительство ковенанта! Да, человеческие отбросы! А вот зачем они нужны! Нужно сейчас прочитать будет про эти отбросы! Получается... Священный символ храма глубин! Герб тех, кто может видеть за пределами огня и созерцать глубинные воды! Наденьте его, чтобы заключить ковенант с верными Олдрику! Верные заботятся о том, чтобы Олдрика, пожирателя богов, никто не беспокоил! Они принимают форму верных духов и преследуют тех, кто проникает в разрушенный собор! Если предмет используется, вызов происходит автоматически! Нет, я не буду его тогда одевать, чтобы меня не призывали и не мешали мне тем самым играть! Доказательство того, что верные Олдрику, терпеливо ожидающие возвращения пожирателя богов, выполнили свой долг! Отбросы – самое тяжелое, что есть в человеческом теле! Они погружаются на дно самых темных глубин и там превращаются в оковы, сдерживающие этот мир! Понятно! Ну тогда уходим отсюда, да? И отправляемся опять к той самой лестнице... Ой, лестнице, ну вы поняли, да? К мосту, который поднимается и опускается, вроде как недалеко! Ну давайте, чтобы вас не парить, я отключусь! Все на месте, поехали прокатимся на самый верх! Может быть сегодня еще одного босса заценим? Если повезет! Хотя, я, честно говоря, сильно в этом сомневаюсь! Вообще, есть ли он здесь? Или он где-то в тюрьме? Нет, в тюрьме, скорее всего, другой, судя по описанию предмета! А здесь где-то должен быть Олдрик! А может быть и Олдрик! Там большие ворота! Но это вход в главный зал! Раньше здесь было тоже, получается, вы помните, да? Как вам сказать? Часть локации, вход в Анарлонда, но теперь нету! А эта лестница, как была, так и осталась! А вот и костер, скорее всего, может быть, там и правда есть босс! Но это было бы круто! Так, у нас еще очередной рыцарь! Два рыцаря! Две, скорее всего, закрыто! Да, с помощью устройства есть, так как и раньше! Там была плюха! Большая душа усталого бойца! Раньше здесь был гигант, который... Это он и есть! Охренеть! Уголь гиганта! Жалко! Хороший был! Любил светяшки! Всякие разные! По одному час их раскидаем! Большой осколок китонита! Ну, тут ничего, здесь были гарпии! Точнее, гаргулия! Или гарпии, их не помню! Пусто! Ну, ничего вообще не положили! Жадины! Приятно, конечно, вернуться, да, в старые локации! Должен признать! Только все здесь совсем замерзло! Какая-то жижа! Какая-то жижа! Ну, похоже, да, здесь как раз-таки та самая жижа и будет! Помните, в трейлере видели? Вот! Раньше здесь было еще стекло, которое было разбито! Можно было вылезти там, пролезть! Но сейчас, видимо, это не нужно уже! Слушайте, клево! Вот это клево, честно! Хоть я понимаю, что это тотальный реюз! Ну, это место крутое! Здесь заблокирован! Там раньше был демон! Столько воспоминаний, а! Мелочи, да, я раскидывать не буду! Смысла просто не вижу! Стрела лунного света! Где устройство, которое открывает? Вот оно! О, черт! Тебя только здесь не хватало! Нужно ее эту хрень убить, потому что там обычно всякие плюхи с нее падают! Но предыдущий раз, по крайней мере, падали! О, черт! Успокойся! Вот куда ты целишься? Вот этот автоприцел у меня просто убивает! Ну, блин, достал, а! Да уйди ты отсюда! Да вот, что ты переключаешься? Идите колотись! Да, вот, сука, ну ты прикинь! Это издевательство надо мной! Короче, надо убивать без этого! Без автоприцела! Его просто убили в этой части напрочь! Ну вот, сука, быстро, а! О, черт! Ну, блин, а! Ну, эту хрень нужно убить! Может, какое-нибудь колечко дропнется с нее! Ау! Там вон еще плюха! Вот я не знаю, какой конкретно сундук! Все здесь, пошли! Еще один удар пропускаю, и хана мне! Нужно ждать, пока скинется проклятие! У меня есть что-нибудь метательное? Ничего нет! Была бы пиромантия, было бы проще! Ну, капец, проваливается сквозь текстуру, ну, замечательно! Ну, все, как в старые добрые времена! Назад, назад! Все! Рубин Олдрика! Уродливое кольцо, оставшееся от Олдрика, святого покровителя глубин, восстанавливает Озеп при критических атаках! Олдрик, печально известный своей любовью к свежей плоти, очевидно, хотел разделить с другими упоения, которые испытывал, слушая вопли умирающих жертв! Давайте что сделаем? Я сейчас проверю тот сундук, потом опять сюда вернемся, я присяду за костер И пойдем уже к боссу, посмотрим, что нас там ждет Интересно Нет, нормальный сундук Осколок эстуса, здорово, замечательно Ладно, пошли Я, наверное, знаю, что сейчас сделаю У меня там еще две, два этих, как вам Короче, две кости горящие, да, которые можно кинуть в костер И один эстус, я, наверное, сейчас быстренько сбегаю, все это дело качну, да, и вернусь обратно Ну что, сейчас мы и узнаем, кто находится в том самом месте, где когда-то были два лютых босса, Арнштейн и Смолк Не ударит ли он в грязь лицом, потому что это место... Святое уже, для любителей Дарк Соуса, давайте Ну, здравствуйте Подожди, я нихрена не вижу Какая-то помесь гвиндолина, блин, и... Еще кого-то, не помню Да, окей Исчезает Теперь это у нас Найка Ага Да-да-да, стоять Надо было лечиться Да, босс легкий Сейчас еще раз приду к нему Дубль два Иди сюда Добро пожаловать на наш канал О, йоп-то! Субтитры сделал DimaTorzok Да отцепись, камера! Короче, КП держим сразу на 100% всегда Теперь он херачит огнем О, йоп-то! Опа, она еще здоровье восстанавливает Ну, круто! Вот черт! Нисколько это будет продолжаться? Ну, все, ну... Сейчас он уже ляжет Ну, как обычно здесь сейчас появится, а нет Удивил, появился с другой стороны Уходим И второй раз давай Нет, один раз Субтитры сделал DimaTorzok Я требую продолжения банкета На выходе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все! Не поймите, неправильно, босс очень красивый Вот в плане дизайна он мне безумно понравился Да и в принципе, мувсет-то у него неплохой так-то Давайте откровенно Чем его проблема Во-первых, ну, как обычно, мало здоровья Очень мало Это раз Во-вторых Его сделали сложно за счет того, что Его атаки в большинстве случаев ваншотят Да? И это глупо Ну, хотя, ладно, окей В моем случае два удара это максимум Да, который я мог вытерпеть Вот именно от него там Либо магия вот эта вот Две штуки и меня хана Либо один такой сильный удар и мне хана Ну, как-то глупо И самое, знаете, что печальное в этом боссе То, что он страдает зацикленной анимацией Я только что зациклил анимацию и убил его В чем проблема? Когда к нему подходишь, он делает одну и ту же атаку В упор подходишь, он начинает крутиться вокруг себя Это вот во втором варианте, на второй стадии А на первой стадии он просто начинает махать Ну, опять же, мечом Когда он вдалеке от тебя находится Он очень опасный противник Подходишь в упор и он просто ничтожество Эта проблема тянется еще со второго Дарк Соуса В Бладборне вообще подобного не было Там нельзя было зациклить анимацию у большинства боссов Здесь же, ну Опечалил меня он Второй Повелитель и первый был лучше Мне кажется Ну, вот и Хранители Бездны Лучше были Как-то повеселеет, что ли Ну да ладно На такой ноте мы и закончим Спасибо, что смотрели Не забывайте тыкать большие пальцы вверх Комментировать, даже подписываться на канал На Google+, и Twitter Там вся информация касательно канала Также подписывайтесь на Twitch Там проходят трансляции На дополнительный канал Там выкладываются записи и трансляции Если вы пропустили А на сегодня все, давайте Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!